Я Владимир Сурдин, точнее Владимир Георгиевич, поскольку я уже не молодой астроном, работаю в Московском университете. Часть МГУ – это наш астрономический институт имени Штернберга. Я закончил МГУ и всю жизнь работаю там же, преподаю на физическом факультете мою любимую астрономию и ей как наукой занимаюсь в астрономическом институте, а это часть МГУ. Так что все крутится вокруг Московского университета, вся моя биография. Я с 1976 года, как закончил университет, поступил в аспирантуру, уже начал какими-то научными задачами заниматься. А, собственно говоря, даже студенческие годы наши ребята уже начинают решать актуальные научные задачи. Пусть это не какие-то сверхзадачи, а такого конкретного свойства, но мы, мое поколение, с третьего курса, то есть с 1976, а, простите, с 1973 года уже начали какие-то задачи в рамках курсовых работ, потом дипломной работы, и наука начиналась у меня вот с 1973 года. А это значит 43, 47 лет назад я начал заниматься наукой. Сегодня мне 67, и это значит, что с 20-летнего возраста студент МГУ начинает уже решать научные задачи. Сначала локальный, который перед ним ставит руководитель, а потом уже сам придумывает те научные направления, в которые его тянет. Я звездный динамик, по большому счету, то есть изучаю движение звезд, звездных скоплений, галактик, как больших звездных скоплений. Это моя любимая часть астрономии, хотя иногда занимаюсь и другими. Межзвездной средой, облаками, из которых формируются звезды, облаками, из которых крупные звездные скопления. Я очень люблю шаровые скопления. Это самое мое любимое в астрономии. Такие плотные кучи из сотен тысяч, иногда из миллионов звезд, которые настолько, настолько хорошо сохраняются, что переживают миллиарды лет и, по сути, могут даже быть предшественниками нашей галактики. Вот представьте себе, вы находите кости какого-то динозавра, который задолго до появления человекообразных обезьян и всего прочего уже царил на Земле. И вся наша биосфера для него – это далекое будущее. Вот примерно такими звездными объектами, шаровыми звездными скоплениями я занимаюсь, чтобы выяснить, как же формировалось то, что сегодня нас окружает. Наши звезды, наши галактики, то, что сегодня мы видим в телескопы. А шаровые скопления могут это помнить. Они очень древние, и в их структуре можно прочитать свойства Вселенной миллиарднолетней давности, многомиллиарднолетней, примерно 13 миллиардов лет назад, вот тогда они рождались. Это очень интересно, но довольно сложно. Да и динозавров тоже сложно изучать. От них мало что осталось. От шаровых скоплений тоже мало что осталось. Многие уже разрушились. Но те, что выжили, рассказывают нам о тех далеких временах. Конечно, всегда бывают предпосылки твоей судьбы. Я родился в семье инженера и врача. А это уже выделяло меня среди многих моих сверстников, потому что мы жили в маленьком уральском городе, где вся жизнь происходила вокруг автомобильного завода. Это город Миас Черябинской области. Там эвакуированный во время Второй мировой войны Московский автозавод был. И так или иначе родители всех моих друзей работали на автозаводе. Но инженеров, конечно, было немного. Больше было рабочих специальностей. И мой папа, инженер, он был, ну, как сейчас говорят, элита. Ну, а мы просто говорили, вот это инженеры, которые проектируют автомобили. И до сих пор эти автомобили, кстати, еще работают. Автомобиль Урал, который до сих пор служит и в армии, и в народном хозяйстве. Я был на испытаниях первой машины, собранной руками рабочих завода, на котором отец ее проектировал. Ну, а раз в семье инженер, значит, какие-то технические навыки у меня появились с детства. Папа был не просто инженером автомобилестроителем. Он был еще любитель радио. Тогда это было отдельное хобби довольно многих технически грамотных людей, потому что в продаже радиоприемников почти не было. А магнитофонов, транзисторных, которые тогда только появлялись, приемников и прочей, такой современной по той эпохе вещей, просто не было. И люди сами собирали, сами проектировали, сами придумывали схемы. Это было очень приятно, сделать то, что не может предложить тебе магазин, не может промышленность создать, а ты это делаешь лучше, чем какой-нибудь радиозавод. И отец был одним из тех, кто вот создавал, паял маленькие транзисторные приемники, большие ламповые приемники, усилители, даже радиостанции как-то сделал. Конечно, я мало что понимал, по большому счету, но помогал ему сверлить, клепать, там, напильником работать, ну, где-то чего-то придерживать руками. И таким образом вырастал вот в эту вот электронную жизнь, жизнь тогдашней современной электроники. В школе, естественно, меня в первую очередь физика увлекла. Ну, а как могло быть иначе, если ты вот с детства стоял у стола, где был паяльник, пахло канифолью, радиолампой и так далее. Увлекла физика еще и потому, что она показывала перспективу жизни. И тогда, в начале 60-х, практически все новое и важное вырастало из физики. Атомная бомба, ракета, спутник, первые полеты космонавтов, все это были плоды физики. И с одной стороны, меня папа в это дело вводил, а с другой стороны, писатели-фантасты. Жюль Верн, Герберт Уэллс, отчасти случайно. Я вообще, как любой мальчишка, больше любил мячик гонять, на велосипеде кататься, чем книжки читать. По необходимости читал, конечно, когда в школе заставляли. Но большого желания самому взяться за билетристику, что-то такое прочитать не было. До того момента, как случайно я не открыл для себя Жюль Верна. А это была полная случайность. Моя бабушка, она вообще-то в молодости работала библиотекарем и всю жизнь была книгачеем таким. Она взяла меня с собой в библиотеку, пошла в районную библиотеку подбирать себе что-то новое для чтения. А я маленький был вынужден пойти с ней, потому что дома меня, видимо, не с кем было оставить. Пока бабушка разговаривала с библиотекарем, я ходил и по полкам смотрел на корешки книг, и они абсолютно меня не привлекали, пока не попалась одна необычная. Она была маленького формата, старая, потрепанная, и на обложке там были вытесненные рисунки. Сейчас редко встретишь книгу, на которой теснение сделано. Но тогда после войны такие появлялись, я даже знаю почему. Мы тогда по репарации немецкое оборудование типографское получили, и книги конца 50-х были с такими обложками, на которых рельефные рисунки были. И вот на обложке этой книги был рельеф подводной лодки. Но для мальчишки это, конечно, было привлекательным. Я открыл ее, она почти рассыпалась от длительного чтения, и там были гравированные черно-белые картинки подводных пейзажей, каких-то скафандров, водолазов, подводной лодки, прожекторов, выискивающих что-то на дне моря. Я даже не знал, о чем эта книга, кто ее написал. Мне так понравились картинки, что я попросил бабушку взять эту книгу для меня. Может, полистаю картинки, посмотрю. Начал листать, начал читать, и уже не оторвался от нее. Это был Жоль Верн, 20 тысяч ле под водой, или 80 тысяч километров, как у нас в переводе говорят. И тогда я уже не мог остановиться, пока не прочитал все собрание сочинений, 12 томов. Жоль Верн, которая тогда только появилась в продаже. Ну и пошло-поехало. И вот с одной стороны папина электроника, с другой стороны фантастика, космическая фантастика, подводная фантастика. И физика меня обуяла. Я мечтал строить дирижабли. И даже построил какие-то модельки в шестом классе. Но понял, что дирижабли в ближайшие сто лет не полетят. И так оно и оказалось. Они не оправдали себя. А случайно, еще одна случайность, очень полезная в моей биографии. Мы с Урала переехали в Волгоград, когда я поступил в четвертый класс школы. А Волгоград до сих пор славится лучшим в стране планетарием. Вот говорю совершенно ответственно. Поверьте, я видел все планетарии в нашей стране. Их несколько десятков. Поскольку был в свое время ответственным за планетарии в обществе знания. Лучшего планетария в нашей стране нет. Да, есть гигантский, московский. Есть самый большой в мире питерский планетарий. Кто не знает, знайте. Питерский планетарий сейчас самый большой в мире. Новый на обводном канале. Но лучшего, чем Волгоградский, нет. Его после войны построили немцы, как бы в дар городу, который был разрушен во время войны, все это понятно. И он совершенно уникальный по архитектуре, по внутреннему убранству, по совершенно мощному аппарату, который проецирует звезды на купол. И самое главное, он единственный, который обладал тогда великолепным телескопом в отдельно стоящей обсерватории, высокой, как полагается. Внутри напоминающий средневековый замок, очень такой романтический, прохладный. Город Волгоград очень степной, горячий город. Зайдя в эту обсерваторию, вы ощущали прохладу ночной вселенной. И там гигантский цейсовский рефрактор. И вот удивительное дело, когда я увлекся астрономией, и в астрономическом кружке стал заниматься при Волгоградском планетарии, нам, школьникам, доверяли этот телескоп. Нам давали, ну, мы сдавали определенный зачет на умение пользоваться этим огромным, длиннющим, 4 метра длиной рефрактор, вот такого диаметра, объектив. Нам давали ключи. Я, школьник, мог самостоятельно заходить в это святое помещение, проводить там день, мы наблюдали солнце с приятелем, проводить там ночные часы некоторые, один на один с телескопом. Это, конечно, перевернуло во мне все. И от физики я уже медленно, но верно переключился к астрономическому увлечению и стал читать книжки, энциклопедии и научно-популярные книжки по астрономии. Своей никакой оптики у меня не было. В те годы телескопы не продавались в магазинах, да, если бы и продавались, вряд ли моя семья, весьма небогатая, могла бы позволить это себе. Но случилась еще одна очень полезная, полезное происшествие в моей жизни. К нам погостить ненадолго приехала моя тетушка, большой театрал, весьма бедная женщина. Жила одна, без мужа, еле-еле сводила концы с концами. У нее была единственная, для нее очень ценная вещь – театральный бинокль. Она была театрал, и вот театральный бинокль ей очень помогал рассматривать сцену. Но когда она услышала, что я увлекаюсь астрономией, она подарила мне этот театральный бинокль. Я теперь понимаю, насколько для нее это было вот нелегко сделать. Ну, подарила, и мы с другом с помощью этого театрального бинокля, сидя на коньке крыши от деревянного дома, рассматривали звезды. А театральный бинокль – хорошая штука, он не сильно увеличивает, но собирает довольно много света и помогает увидеть то, чего глазом не видно. Это был следующий толчок в сторону астрономии. Потом я сделал самодельный телескоп. Ну, сейчас, наверное, это уже не актуально, сейчас любой может недорого купить. Но тогда телескоп можно было только сделать. Объектив из очковых стекол, обычные очки в одну диоптерию, окуляр. Правда, окуляр мама мне помогла найти. Она работала врачом-лаборантом и от старого микроскопа привезла мне, принесла с работы мне старый, уже негодный. Ну, я его вполне почистил, нормально все работал. Окуляр от микроскопа. И вот очковое стекло и окуляр от микроскопа позволили мне впервые увидеть кратеры на Луне. Это тоже было здорово. Ну, вот так вот шаг за шагом уже сузился диапазон моих интересов до четко до астрономии. После этого надо было ехать в университет, учиться на астронома, что я и сделал. Ну, любой институт и университет, это лекции, семинары, экзамены. Хотя Московский университет, может быть, отличается от многих, ну, не от многих других, но там, конечно, уровень преподавателей. Как бы это сказать, я даже не знаю. Они не учили нас. Они просто рассказывали нам о том, что им интересно в науке. Вот это очень важно. Дело в том, что научиться на лекциях, мне кажется, невозможно. На лекциях можно только заразиться каким-то предметом, заразиться интересом к нему, заразиться самим процессом поиска в этой области. Вот это преподаватели МГУ, а это все действующие ученые, они, конечно, сполна нам дали. А учиться можно только читая учебник, решая задачи, делая вычисления, то есть, ну, какие-то более такие профессиональные, технические вещи делая. А лекция – это скорее обмен эмоциями. И до сих пор я проповедую именно этот тип обучения, хотя, конечно, надо и информацию вкладывать в голову детей, но это же не дети, это же студенты. Но прежде всего надо вложить свое видение. Вот что сейчас важно, что интересно, что будет интересно через несколько лет, когда ты войдешь полноценно в науку. Сориентировать человека, где он может найти важные данные в нашем институте, у каких преподавателей, в других университетах, в целом, в мире. Ну, в мое время не было интернета, поэтому мы, конечно, ограничивались библиотекой и близлежащими профессиональными учеными. Тогда невозможно было кинуть взгляд куда-то в другие западные, восточные, российские, советские университеты, посмотреть, что в электронных библиотеках. Нет, узкий был диапазон информационный, но все-таки, живя в Москве, я пользовался Ленинской библиотекой, нынче она называется Государственная Российская библиотека. В общем, Москва, конечно, давала большие возможности, и мы, будучи студентами, как-то очень сполна воспользовались. Например, во время сессии мы могли в консерваторию бегать параллельно с подготовкой к экзаменам, слушать органные концерты. Я уж не говорю о том, чтобы погулять с девушками, но это всегда было в любом поколении возможно. Но как-то вот старались впитать то, что Москва нам предлагала по-полному, потому что знали, она пройдет несколько лет, и большинство из нас разъедется туда, где мы будем работать в науке. А астрономия ведь она в горах, она на обсерваториях, и большинство из нас видело себя где-то там, вдали от столицы. Но получилось иначе. Моя группа довольно сильная оказалась. Понятно почему. В середине 60-х очень многих заразила интересом к астрономии. Я напомню, в 63-й год открыли реликтовое излучение, в 65-й год квазары, в 67-й год нейтронные звезды, радиопульсары. Каждые два года, когда ты был старшеклассником, происходил просто рывок в науке, именно в астрономической науке. Поэтому многие ребята к концу 60-х, к 70-му году, когда я поступал в МГУ, видели свою судьбу в астрономии. Когда я поступал, был конкурс 11,5 человек на место. Тогда не было баллов, вот ЕГЭ еще не было, и мы просто подавали свои аттестаты зрелости, школьные в одно место, вариантов не было, ты подал, ты сдаешь экзамены, если пролетел, то все, привет. Вариантов никаких нет, жди еще год. 11 человек на место, ну, значит, хороший отбор был, все-таки выбирали сильных. Группа у меня очень сильная получилась, и сегодня там мои однокашники, это доктора наук, директора, замдиректора по науке, ну, то есть люди, и в основном мы осели все-таки рядом с МГУ, как-то вот большая часть осталась, и я тоже остался на работу, ну, сначала в аспирантуру, потом на работу в МГУ. И я уже говорил, что нас учили с первого, ну, нет, с первого курса, конечно, нет, но уже на втором курсе мы могли брать себе какие-то курсовые работы выполнять у руководителей, третий курс, следующая курсовая работа, четвертый, ну, а на пятом начиналась дипломная работа, и это было очень полезно. Ты уже как самостоятельный ученый что-то там генерировал, какие-то свои идеи опробовал. В моей судьбе несколько очень сильных астрофизиков сыграли важную роль. Ну, например, ныне, наверное, ведущий астрофизик в нашей стране Рашид Олеевич Сюняев, академик. Он очень известный, очень крупные проекты ведет. Одну из своих курсовых работ на четвертом курсе я сделал у него. И многому у него научился, даже не по науке, а по тому, как надо работать, как надо решать задачи, как надо активно в одном направлении до результата продвигать то, что ты делаешь, а потом переключаться на что-то другое. Я писал работу у Бочкарева Николая Геннадьевича, который один из крупнейших астрофизиков сегодня в нашей стране тоже. Но самую важную роль в моей научной карьере сыграли два человека, два астрофизика. Это Соломон Борисович Пикельнер. Точнее говоря, Пикельнер, мы его как-то в то время называли Пикельнер. Я у него взял тему дипломной работы и буквально после одного или двух разговоров на тему этой работы, к сожалению, он погиб под ножом хирурга. Обычная тривиальная операция аппендицита закончилась смертью человека, у которого было слабое сердце. Как это можно было, такую тривиальную операцию до такого печального конца, довести я не знаю, но так случилось. И я оказался в пустоте. Тема есть, диплом писать надо, а руководителя нет, и он для меня был больше, чем руководителем. Я его просто очень любил. Ну, в общем, как отец у меня был. Он нам лекции читал. Я интеллигентнейший человек был. Для меня это был первый удар в жизни. Вот я потерял первого близкого человека, поэтому примерно месяц я просто не мог прийти в себя от этого происшествия. А потом был вынужден один делать дипломную работу без всякого, без консультации, без руководителя. И это положительную роль сыграло. Я делал без подсказки то, что мне казалось важным, интересным, и искал какие-то новые повороты, изучая эволюцию шаровых скоплений как раз. И работа получилась. Она взяла первую премию на физическом... У нас тогда был конкурс дипломных... А он и сейчас существует. Конкурс дипломных работ. Взяла первую премию на физическом факультете МГУ, после чего я долго носил именные часы на руке, подаренные мне за счет этого дела. Потом она пошла на всесоюзный в рамках СССР конкурс студенческих научных работ и тоже взяла первую премию, что меня сильно удивило, потому что без руководителя удалось хорошую работу сделать. И я тогда первую загранкомандировку получил. Ну, поездку такую, туристическую поездку в Польшу. Ну, тоже первый раз в жизни. И надо было как-то решать проблему с аспирантурой, ведь аспирант, он должен всегда при руководителе быть. Нельзя просто поступить в аспирантуру. А мой руководитель, Соломон Борисович Пикельнер, вот погиб во время операции. И меня взял к себе его коллега, друг, Иосиф Самулович Шкловский. Наверное, самый яркий астрофизик за всю историю отечественной науки. Ну, по крайней мере, других таких ярких. Не я, не... В общем, это общее мнение. Чего взял меня за глаза? Просто ему сообщили, что был дипломник, а теперь остался непрекаянный, без руководителя. Он говорит, ну, значит, я его по наследству возьму. Даже не видя меня. Когда он уже, когда я сдал экзамен, стал учиться в аспирантуре, я пришел к нему, познакомился с ним. И он спрашивает, а чем вы там занимались с Пикельнером? Я говорю, вот пытались узнать, как 13 миллиардов лет назад образовались первые звезды, первые звездные скопления. Ах, да бросьте, сказал он. Никто этого никогда не узнает, это было давно. Эту тему можете забыть. Будете заниматься настоящей астрофизикой. Ну, то есть смотреть в телескоп, изучать реальные объекты. Хорошо, сказал, я буду. Я тоже это любил. И он мне назначил в качестве... Он взял последний журнал Astrophysical Journal, это ведущий в мире журнал по астрофизике, открыл. Он говорит, какая интересная статья. Американские астрономы изучили галактику Лебедь А. Что-то мне не нравится их результат. Вы ее должны изучить более детально. Я посмотрел, говорит, так она же еле видна даже на хорошем небе. А на нашем, там, 19-й звездной величины, кто понимает? Ничего, ничего. У нас хорошие телескопы. В общем, 4 года, 3 года. Я ездил в Крым на нашу обсерваторию, и в наш не самый крупный телескоп университетский, пытался увидеть эту галактику. Мы делали электронные приборы, чтобы ее увидеть, там, спектр снять. Ничего не получилось. В Крыму тогда уже была такая туристическая атмосфера, много света, города, Бахчисарай и прочие. Вокруг обсерватории яркие города освещали небо, и на нем уже слабых объектов не было видно. Прошло 3 года, я пришел к своему формальному руководителю аспирантуру, и говорю, так и так. Кончается аспирантура, надо бы диссертацию написать, а мы так ничего и не увидели. Галактика эта на нашем небе не видна, в наши слабенькие телескопы. Но ничего, говорит он, ни вы первый, ни вы последний. У меня последние 6 аспирантов так и не защитились. Я говорю, ну знаете, вот пока была плохая погода, я тут кое-чего считал, и несколько статей опубликовал в наших журналах, там астрономический журнал, письма, астрономический журнал. Он так глянул. А неплохо. Вот это и будет диссертация. Я, значит, пошел это дело, написал в виде диссертации, приношу ему уже за день до защиты. Он посмотрел. Хорошо, давайте отзыв напишу. Как называется диссертация? Эволюция шаровых скоплений. Так, берет лист бумаги. В наше время, когда эволюционным взглядом пронизана вся наука, дальше напишите сами, о чем диссертация, таким образом я считаю диссертацию вполне достойной защиты. Шкловский. Он не сомневался, что она хорошая, потому что мы с ним несколько раз обсуждали другие проблемы астрофизики, и он увидел, что я достаточно квалифицированно в них разбираюсь. Это было, так сказать, было его общее ощущение, что я могу что-то сделать. Я написал, о чем диссертация, все. Пошел, защитил ее легко очень. И, в общем, в то время не было никаких предзащит, каких-то там пробных защит. Просто человек шел на защиту перед комиссией, рассказывал о своей работе, ее оценивали. Вот, собственно, и после этого начинается нормальная научная карьера. Кача кончил аспирантуру, защитил диссертацию, доказал, что он может что-то делать в науке, потом он это делает, делает и делает дальше. Это уже, можно сказать, это рутина научная, но вот она так у всех и протекает. Я не так много научных статей написал. Наверное, в моем возрасте могло бы быть их побольше. У меня чуть более сотни научных публикаций. Я не стал защищать докторскую диссертацию. Ну, это чисто такие моральные у меня проблемы, отношения к этому процессу. Я не буду вдаваться в подробности. Хотя, может быть, зря. Я теперь вот на исходе лет понимаю, что, наверное, было бы полезно докторскую защитить. Это немножко и в финансовом смысле добавило бы, и в каком-то более... Ну, карьеру. Карьера меня никогда не интересовала. Но те работы, которые я сделал, и мне очень приятно, некоторые из них оказались такими, так сказать, правильными, что сегодня я открываю некоторые учебники и вижу такие фразы. Как известно. И дальше идет то, что мне удалось сделать впервые. Это в основном касалось эволюции звездных скоплений. Я уже рассказывал о шаровых скоплениях. Из них надо было вытянуть информацию о том, что происходило 13 миллиардов лет назад в период формирования нашей галактики. А до меня считали, что эти скопления, они настолько плотные, неразрушаемые, абсолютно вечные, что вот сколько их было тогда, столько их и сегодня. Они как родились тогда, так и живут до сих пор, будут жить еще миллиарды лет и никогда не изменятся. И вот это, так сказать, древнее население, которое пришло к нам из прошлого. А я рассмотрел разные процессы, которые разрушают звездные скопления. Скопления, они и испаряться могут. Звезды из них вылетают, как молекулы из стакана воды. Если долго стоит стакан воды, он высыхает. Молекулы оттуда вылетают. Звезды тоже вылетают из звездного скопления. Скопления падают на центр галактики, разрушаются там, перемалываются. В общем, их эволюция – это довольно забавная, довольно сложная картина, которая за миллиард лет убила все, что могла убить. И до нас дошло только то, что смогло пройти через все эти процессы разрушения. И вот именно это и доказывает нам, показывает нам, какие именно процессы разрушили шаровые скопления, какие не поддались влиянию этих процессов. И как раз это и есть история нашей галактики. Вот мне кажется, это направление моей работы, оно самое такое полезное оказалось для нашей астрономии. Оно как-то немножко прояснило взгляд в прошлое. Что как-то вот мы увидели эти процессы. Ну, а еще я занимался формированием звезд, немножечко движением звезд. Ну, это были такие, планетами немножко занимался. Это были побочные увлечения. А вот шаровые скопления, как я начал в 75-м году ими заниматься во время дипломной работы, так они до сих пор меня больше всего привлекают. И в этом направлении, я думаю, самые полезные работы я и сделал. Это немного статей 30 или 40, наверное, было. Но они неплохо цитируются. И так. Есть еще один аспект, о котором надо сказать тем, кто сегодня входит в науку. Полезно иметь научного руководителя. Вот хотя я всю жизнь работал сам, без опеки со стороны более опытных, более профессиональных людей, и это приятно работать самому, но часто делал ошибки, публикуя полезные, интересные находки, которые удалось сделать в каких-то второстепенных, мелких журналах на русском языке. Русский – это не международный язык науки, международный английский. Сейчас тоже для всех понятно, в наше время это еще было не совсем очевидно. С самого начала надо стремиться свои результаты публиковать на английском в тех журналах, которые читает весь мир. Пусть это будет сложно, пусть это будет даже затратно в смысле денег. Многие журналы требуют оплату публикаций. Все равно это надо делать, иначе то, что хорошего вы нашли, просто никто не узнает. И по прошествии нескольких десятилетий кто-то другой переоткроет то, что вам удалось сделать гораздо раньше. Это всегда обидно, и я с этим встречался, когда люди 30 лет спустя находят то, что я нашел вот тогда, и без всяких ссылок на меня, думают, и их можно понять, они по-русски не умеют читать, а мои работы не все на английском выходили. И вот это надо иметь в виду сразу же с первых ступеней научной карьеры. Это мое завещание. Это естественно. Я думаю, каждый хочет рассказать о том, что ему удалось понять другим, которые хотели бы тоже это понять. Просто у одних это мало времени отнимает, у меня все больше и больше. Сегодня почти все рабочее время. Ну, смотрите, когда мы с школьниками в астрономическом кружке собрались, это был маленький кружок из там 10 человек примерно, а иногда даже всего 3-4 человека собирались, что мы делали? Мы рассказывали друг другу о прочитанных книжках, о каких-то кусочках учебников. Это уже были первые шаги популяризации. Потом в 9-10 классе, а это были выпускные классы в то время в школе, я стал членом научного общества старшеклассников. Было такое в нашем городе Волгограде, при дворце пионеров. И тогда мы уже выступали на конференциях, рассказывали о своих работах. Я вот солнце наблюдал, там пятна на солнце в 9-10 классе. Я рассказывал уже на публику это. Поступив в МГУ в 70-м году, ну, на первом курсе я еще так, значит, входил в учебу, а уже начиная со следующего курса, я и некоторые мои товарищи стали подрабатывать, денег было очень мало, стипендия была такая крохотная, стали подрабатывать во дворце пионеров. Мы вели кружки. Но кружок – это чистая популяризация своих знаний. Астрономические кружки, у меня был астрофизический кружок, мои однокашники другие кружки вели. Благо, что МГУ и дворец пионеров на Ленинских горах, они в 10 минутах ходьбы друг от друга, ну, после учебы бегали туда и со школьниками занимались. И вот так, естественно, естественно, шаг за шагом это дело втягивало. В те годы было общество знания. А в основном оно распространяло на политические знания, так сказать. Идеологическую, идеологический фон создавало в нашей стране. Но там была и прослойка, естественно, научных. И вот по линии общества знания я ездил во все концы нашей страны, даже за рубеж иногда посылали, читал лекции по астрономии, по космонавтике. Потом начал книжки писать, потом статьи. Ну, сначала статьи, научно-популярные, потом книжки, потом членом летколлегии стал, там журналов «Квант», «Природа», «Земля и Вселенная». Ну, вот это как-то так естественно было, что даже трудно сказать, когда началось. Это пронизывало всю жизнь. И постепенно с возрастом наука отодвигалась в сторону, а популяризация науки, это тоже естественно. Хорошие мысли приходят в молодости, а накопленный багаж хочется превратить в какой-то продукт в виде книг и статей в пожилом возрасте. Вот сейчас у меня практически это главная задача. Хотя я учу студентов в университете и немножко наукой занимаюсь, но это скорее, так сказать, на излете карьеры уже. А популяризация в виде книг и статей и редактирование чужих книг и чужих статей, я считаю, это очень важно, она сейчас занимает почти все мое время. Трудно сказать автором скольких книг ты являешься. Хотя вроде бы очевидно, да, возьми и посмотри, на обложке твоя фамилия есть. Но дело вот в чем. Книг, на обложке которой только моя фамилия, не очень много, я думаю, меньше 10, ну или около 10. А книг, на которых моя фамилия вкупе с другими соавторами, намного больше. Потому что хорошую книжку по науке в одиночку не напишешь. Надо собрать специалистов. И я целую серию таких книг «Астрономия и астрофизика» выпустил, когда мы коллективно их пишем, а я потом как редактор все это выглаживаю, привожу на общий уровень и так далее. Это называется «Редактор-составитель». Как правило, тексты в основном мои. Даже если их написали другие люди, но я их переписываю так, чтобы это стиль какой-то общий был в книжке. Ты считаешь себя тоже соавтором и практически автором этих книг. Затем есть переводные книги. А часто перевод, ну в стихах вообще перевод – это самостоятельная творческая работа. Перевод научно-технической книги не совсем так. Он берет многое уже от автора, но в переводе ты все-таки делаешь самостоятельные продукты. Таких я довольно много сделал. И еще есть одно направление, которое мне сейчас кажется просто архиважным – это редактирование. Дело в том, что в советское время во всех издательствах были научные редакторы, литературные редакторы, технические редакторы. Сейчас тиражи книг уменьшились, выгода, которую получает издатель, снизилась. И чтобы как-то процесс немножко упростить, редакторов почти изгнали из всех издательств. Но хорошие издатели по-прежнему понимают, что без научного редактора книга получается крайне непрофессиональной, с огромным количеством ляпов, ошибок. И, в общем, это продукт второстепенный. Я часто в последние годы выступаю как научный редактор. И там исправляешь даже ошибки авторов и дополняешь каким-то своим материалом. Это важный процесс. И он для меня очень… Я считаю, что это нужное дело. Так что сказать, сколько книг я вот через мои руки прошли. У нас есть в МГУ такая система «Истина». Это компьютерная такая бухгалтерия, которая учитывает все наши работы. Какие научные, доклады, статьи, выступления, популярные. В общем, все-все-все-все. Там, если не ошибаюсь, у меня что-то около 200 книг, что ли, под моим… при моем участии, скажем так. Это и авторские, это и коллективные, это переведенные и отредактированные переводы. Мне кажется, что около 200. Но дело не в количестве. Дело в том, чтобы поддерживать этот процесс. В конце 90-х, в начале 2000-х популярная наука, научно-популярное издательство, почти сошло на нет. И вот немногие люди нашли в себе силы. А это правда было тяжело. Надо было выживать чисто материально, продолжать этот процесс, и не дать ему затухнуть, чтобы поколение молодых ребят не осталось без этой литературы. Вот я рад, что теперь это все выправилось, и уже легче стало жить после 2005-го какого-нибудь года. И сейчас не приходится на куске хлеба экономить, и можно этой деятельностью заниматься, так сказать, с любовью и не отрывая от семьи какие-то важные финансовые вещи, финансовые проблемы, не усугубляя. Так что много написано. И это, я думаю, сделано, знаете, с каким прицелом? Когда я был маленький, для меня писали. Вот сейчас моя очередь писать для тех, кто заражается наукой и хочет в ней немножко продвинуться и что-то понять. Вот сейчас моя очередь. Я, так сказать, в то поколение, которое когда-то возбудило интерес ко мне. А теперь моя очередь возбуждать интерес у ребят и удовлетворять их любознательность. Слово «любопытство» я не люблю. Любопытство – это замоченный скважин, подглядывать за соседями. А вот любознательность – это совсем другое. Вот. И мое поколение сейчас как раз этим занимается. Отдает свои знания и даже свой, скорее, энтузиазм тем, кого это может развернуть в сторону научной работы. Говорят, у нас была страна советов в свое время, Союз Советских Социалистических Республик. И это как насмешка звучала. Поэтому давать советы вообще неблагодарное дело. Но единственный совет, может быть, который вряд ли покажется чем-то новым – начинайте как можно раньше. Начинайте творчество как можно раньше. Впитав даже не все, что вы можете впитать, из университетских, институтских курсов, из книжек, начинайте сами генерировать что-то. Хотя бы элементарные вещи. Вот скажем, все мы во время учебы решаем задачи. У нас по каждому курсу есть задачники. Хватит решать. Сами создавайте задачи. Придумывайте новые задачи. Ведь научная работа – это придумать задачу и попытаться решить ее. Решить не всегда удается. Но если вы не научитесь придумывать задачи, точно никакой науки вам не сделать. Потому что никто ученому не предлагает задачи как таковые. Перед ним куча фактов. А из них сформировать задачу, то есть понять, что надо сделать, как надо сделать, и найти решение – ну, вот это и есть научная работа. Придумывайте свои задачи. Пусть они будут элементарные. Пусть они будут уже кем-то давно решенные. Но для вас это все равно будет новая, перед вами стоящая, и вами решенная задача. Вот это очень полезно. И у меня несколько задачников есть по астрономии. Я вижу, что те мои коллеги, которые тоже придумывают задачи, они быстрее всех движутся в своей научной работе, и в карьере тоже, и добиваются каких-то степеней. Как можно раньше придумывайте задачи. И не обращайте внимания на других. Пусть они решают по задачникам, а вы будете свои решать, свои придумывать, и тогда что-то новое перед вами откроется. Нет у меня мечты, и вот по какой причине. Неоднократно в своей жизни я говорил себе, ну, это узнают не при нашей жизни. Там, откроют планеты у других звезд, найдут черные дыры в недрах галактик. Ну, это такая... И не только я. Я могу привести кучу примеров, как известные астрофизики, там, Кип Торн, Хокин говорили, ну, это дело далекого будущего. А оказывалось, что это будущее при нашей жизни уже вполне себе осуществляется. Поэтому мечтать о чем-то нет смысла. Надо двигаться. Надо двигаться вперед, и тогда твои мечты все равно окажутся не актуальными, а запоздалыми. Надо быть уверенным, что все новое свершится еще при твоей жизни. Вот это очень приятно, что люди живут долго и могут увидеть то, на что не рассчитывали в прошлом. Это очень приятное чувство. А мечтать? Не знаю. Никогда не мечтал о чем-то таком, к чему надо было бы стремиться. Меня всегда актуальная жизнь интересовала вот сегодня, сейчас. А что будет завтра? Увидим.